Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск Дискуссионного клуба Казанского Федерального Университета. Меня зовут Юрий Алаев, я веду эти заседания. И сегодняшнее заседание посвящено драматичному, я бы сказал, законопроекту, который вызвал большую волну и недоумения, и осуждения, и критики. Это законопроект, который в просто речи вызывается о повышении пенсионного возраста. Мы пригласили обсудить этот законопроект, вернее, то, что с ним можно сделать, для того, чтобы были учислены интересы не только госбюджета, но и обычных людей, каждого из нас. Вот с этой целью мы пригласили сегодня в студию директора Института управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета профессора Найлюбумевна Багауддинову, доцента того же Института Ниязмин Ахметовича Биктимирова, доктора политологических наук зав. кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ по-старому КХТИ Сергея Алексеевича Сергеева, депутата Госсовета Республики Татарстан, представляющего фракцию КПРФ Артема Вячеславовича Прокофьева и непосредственного специалиста по рынку труда, директора кадрового агентства СНС Елену Петровну Хапу. Спасибо всем, что согласились прийти, нашли время. И если не будет больших возражений, я знаю, Найлюбумевна, прекрасно, что вы персонально и ваши сотрудники находите массу аргументов за проведение вот этой пенсионной реформы. Почему она называется реформой, мы немножко попозже поговорим, уточним. Но, тем не менее, вам слово, излагайте позитивную часть. Вы решили начать с самого хорошего, видимо. Ну, я постараюсь, во-первых, добрый день всем коллеге и участнике круглого стола. Я постараюсь изложить свою позицию, если у кого-то, естественно, будут вопросы, вы меня будете спрашивать. Итак, пенсия. Самое страшное слово, которое преследует нас с молодых лет. Самая страшная позиция, к которому мы никогда не готовимся и считаем, что это конец жизни и конец мира. На сегодняшний день, наконец-то, этот конец продлен. И у женщин он заканчивается не в 55 лет, а за 63. Ну, может быть, там 60 или 63. Я вот сейчас вот не помню. 63. 63, да? Все-таки 63. Ну, уже внесли поправку в единороссы. Что 60. Ну, по крайней мере, не 55, а 60. Итак, почему мы за? Ну, во-первых, в самом деле очень сильно изменилась картина мира. Очень сильно. Очень сильно изменился портрет человека, которому за 50. Я не буду скрывать свой возраст. То есть, мне было бы очень страшно подумать, что мне, который сегодня 54 года, через 10 месяцев надо было бы оформлять пенсию и уходить с работы, как это уходят очень многие люди. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что основная беда нашего общества, что пенсия, еще раз я повторю это слово, воспринимается как конец жизни. Мы, как правило, говоря это слово, не готовимся экономически, не психологически к этому процессу. Мы считаем, что все. Ну, и как-то, видимо, это было принято. То есть, определенный возраст наступает, и человек уходит из этого активного мира и становится неким аутсайдером. На сегодняшний день этот процесс официально, законодательно продляется. То есть, человек не будет аутсайдером определенное количество времени, но все говорят только об одном. Я сталкиваюсь с этим очень часто, и особенно, когда мы проводили очень многие оптимизации реформы, сокращения. То есть, все задают только один вопрос. Почему сложно воспринимается этот вопрос? Дело в том, что экономическая основа пенсии не соответствует тому прожиточному минимуму и той жизни, которую человек вел всю активную жизнь. И когда он входит на пенсию, он не может продолжать жить так же. Но поэтому вот здесь необходимо, чтобы человек готовился к этой пенсии заранее и готовил себе какую-то финансовую подушку. И вот здесь, чтобы меня не сочли, может быть, рекламщикам или что, здесь уже вина в нашей финансовой безграмотности. Мы считаем, что люди имеют определенные доходы в 20, 30, 40 лет. И они считают, что это вот как бы сегодня есть, это надо потратить, не думая о том, что придет определенный час секса. Я просто говорю о том, что каждый человек должен готовиться к тому периоду жизни, который он придет. Как он должен готовиться к поступлению в институт, в высшую учебное заведение, он должен готовиться к выходу на пенсию. И помимо того, что прекрасно в том, что люди социально активны будут дольше, конечно, достаточно, они будут продлять свой профессионализм и, конечно, они должны быть готовы. Самое страшное в этой реформе в том, что та пенсия, которая нас ждет, мне вот примерно сказали, на что я могу претендовать при оформлении пенсии государственной, то есть это сумма, которая, конечно, абсолютно не соответствует тому уровню доходов, который человек получал. И если он не подготовится к этому периоду, вот это страшно. Если человек готов к этому периоду, он это переживает. Как правило, люди, работающие в экономической среде и имеющие степень и звание, они готовят себя к этому процессу. И поэтому достаточно спокойно восприняли процесс продления. Финансово, наверное, я понимаю, что у вас говорит руководитель института, которому нужны хорошие студенты, абитуриенты, и поэтому вы так педалируете, что нужно быть готовым. Те, кто грамотные, те готовятся. У меня простой, циничный даже вопрос, который задают и на улицах. Ну, хорошо, хорошо, я буду готовиться, я могу продлевать, это мое право, я могу продлевать свой период, свой активный, да, трудовой деятельности. До недавних пор, до сегодняшнего дня я могу ее не продлевать. 60 лет я имею законное право выхода на пенсию по возрасту. Или как с неподражаемым бюрократическим изяществом пишут по старости, по старости, чтобы уж ни у кого не возникало сомнения, что ты старик уже, все, готов, выходи. То есть, это мое право. А теперь этот законопроект превращает мое право в обязанность. Хочу я, не хочу я. Мне говорят, дружок, еще 8 лет вперед, и только после этого мы тебе будем начислять твои тире 15, 18, 16 или 10. 14. 14. Вот видите, вы меня правильно поправляете. 14, 14 тысяч рублей. И это ведь вызывает, насколько я понимаю, вот эмоциональную эту волну вызвало уже, да, неприятие именно на эмоциональном уровне. Ну, правительство нам говорит, ребята, вы меня, вы нас извините, конечно, как у меня, он больше выражается, денег нет, вы там держитесь. Правительство нам говорит, если называть вещи своими именами, у нас нет денег на такое количество пенсионеров. В 1932 году, когда устанавливался нынешний порог пенсии, да, 55 у женщин и 60 у мужчин, 2% населения Советского Союза были пенсионного возраста. Сейчас, говорит нам правительство, 30% населения России – это люди пенсионного возраста. Соответственно, мы на вас не напасемся. Другими словами, но, в принципе, говорит нам правительство. Оппоненты говорят, одну минуточку, вы как рассматриваете пенсионную систему? Вот нельзя об этом подробно регулировать. Почему у нас пенсионная система в Российской Федерации рассматривается, как некая такая копилка, вот солидарная, солидарная пенсионная система, это солидарность называется. То есть работающие отчисляют пенсионный фонд и так далее. Что-то за себя и что-то для того, чтобы выплачивалась пенсия тем, кто уже не работает. Правда? И когда на пенсионера приходилось, вернее, один пенсионер на двоих работающих – это одна ситуация. А когда на одного работающего три пенсионера или пять пенсионеров – это, согласитесь, принципиально другая ситуация. И здесь я прекрасно понимаю логику финансово-экономического блока нашего федерального правительства. Но, может быть, мы готовы, кто-то из участников или вы, привести примеры других пенсионных систем. Почему мы считаем, что пенсионная система должна иметь своим источником исключительно отчисление от зарплат работающих? Почему министр социального обеспечения труда Топилин, первый вице-премьер, министр финансов, ужасается, что «ох, из бюджета что-то идет в пенсионный фонд, все больше и больше, больше 3 евро на рублей». Это что, нечто невиданное в мире, что ли? Вот я посмотрел пенсионную систему в Германии. Да половина пенсионного фонда формируется за счет поступлений из бюджетов, из федеральных, из бюджетов земель. И никто не считает это чем-то сверхъестественным, неправимым. Как вот это вот можно прокомментировать. Вы понимаете, та проблема, в которую мы сейчас вошли, связана с тем, что 1932 год это была одна страна, а то, что мы имеем с 1991-1992 годы, это несколько другая страна. И я говорю о том, что в 30-е годы и вообще до того, как распался Советский Союз, пенсии все формировались, все пенсионеры были счастливы, потому что они получали, дорабатывали до определенного периода, получали, если свой максимум, 120 рублей. И уходя с работы, освобождая место для молодых, уходили на менее оплачиваемую работу, но как бы имели у себя, имели для себя две заработные платы, пусть даже меньше. Приходят 90-е годы, распадается Союз, и мы выстраиваем новую пенсионную систему, копируя элементы каких-то систем, копируя, может быть, не изучая. Мы создали пенсионный фонд, не изучая практики страны, не изучая другие страны, мы создали пенсионный фонд. Пенсионный фонд, который накапливал деньги, который хранил их на депозитах, нарабатывал прибыли. Мы же сейчас, говоря о пенсиях, я просто не хочу уйти в вопросы работы пенсионного фонда и вообще нашего пенсионного законодательства. Я не исключаю, что на сегодняшний день, может быть, даже вот момент, который сегодня наступил, что платить нечем, это момент издержек пенсионного законодательства, которое было принято в 91-м году. Неэффективное расходование средств пенсионных фондов, которые были накоплены. Ведь была прекрасная система, неплохая система по негосударственным пенсионным фондам, потом выплаты тоже прикрылись. И потом, когда стали говорить о накопительной части пенсии, конечно, нам было обидно нашему поколению. До 67-го года рождения вообще накопительной части нет. То есть мы вообще работали только на кого-то. И вот этот момент, я считаю, что в период 90-х не до, ну, скажем так, несовершенная система пенсионного законодательства, принятая в 90-е годы, ударяет сейчас. Никто ведь не просчитывал, как изменится население. Никто не прогнозировал этого. Хотя уже, вот я думаю, что вот не ясно ответил, Запад уже столел. Очень менялась картина мира. Очень менялась. На сегодняшний день, вот я чисто с экономической точки зрения, хочу сказать, что может быть, вот и депутаты рассмотрят вопрос не государственных уже пенсионных фондов, а вопросов не отчислений заработной платы, из-за которой очень большая часть отчислений ушла в тень, и все знают это по стране. То есть практически, может быть, посмотреть другую систему формирования. Пенсионных фондов не так, как работодатель отчисляет, а что-то посмотреть другое. Просто мы даже можем вернуться отдельно к этому теме по обсуждению, Юрий Прокопьевич. Но вообще на сегодняшний день отчислять только заработную плату, это не совсем правильно. Если человек хочет накопить себе пенсию, может быть, он может копить ее сам, и тогда не отчислять со своей зарплаты, и сам распоряжаться этими деньгами. Это очень интересный момент, поскольку, я понимаю, он тоже обсуждается, что давайте вообще похерим пенсионный фонд Российской Федерации. Может быть. Просто каждый откроет себе индивидуальный пенсионный счет в том или ином банке под депозит. Но это, тут сейчас, я думаю, мы об этом еще поговорим. Есть какие-то комментарии к тому, что сказал Илья Бумерна? Давайте по кругу. Отдевайтесь. Ну, первое, да. Я могу сказать, что, конечно, вот сейчас, вы знаете, даже появилась такая информация, что это нельзя называть пенсионной реформой, да. Вот. И запретили об этом говорить крупным средствам информации, массовой информации. И это, с одной стороны, выглядит нелепо. Мы видим то, что на самом деле при всех разговорах, что надо обсуждать, на самом деле страну уводят от реального обсуждения этой ситуации. Но здесь я хочу, конечно, согласиться в целом, что это, конечно, не пенсионная реформа. Это не пенсионная реформа, это пенсионный дефолт. То есть, по сути, государство свои обязательства, которые оно должно было нести, откладывает там на 5 и 8 лет, да. И по-другому, конечно, это назвать нельзя. Я согласен с на ее... Дмитрий Петрович, я прошу меня извините, одна маленькая ремарка для телезрителей, может быть, в большей степени. Нюанс заключается в том, что ведь законодатель не называет и никогда не называл это пенсионной реформой. Законопроект, который вчера одобрен, называется «Закон о совершенствовании пенсионной системы Российской Федерации». То есть, четырежды мы приступали за 90-е годы, за постсоветские годы к реформам пенсионной, пенсионной. Четырежды наступали на разного рода грабли, но теперь осталось только усовершенствовать. Извините, что перебил. Да. Ну, вы сами, наверное, знаете, как это обсуждалось у нас на телевидении, и потом в один день слово «реформа» пропало. Поэтому надо говорить о реальности, а не о том, что как там записано название законопроекта. Что касается вашей позиции, Илья Гумеровна, я, конечно, согласен, что проблема с пенсиями, она связана с финансовой безграмотностью, но не граждан, а финансовой безграмотностью правительства нашего, которое довело страну до пенсионного дефолта. Вот смотрите, вот их позиция, вот простым языком, да, то, что связано с количеством работающих, пенсионеров, они говорят сейчас нам, ребята, ничего не делать нельзя, вот так получилось, но сделаем мы поэтому еще хуже. То есть люди, конечно, согласны, что ничего не делать нельзя, потому что, конечно, какие у нас размеры пенсии. И здесь все говорят, да, действительно, что-то надо делать. Они говорят, а давайте сделаем еще хуже. Отложим на 5 лет для мужчин и 8 лет для женщин. Это просто, ну, это не решение совершенно, это, ну, только усугубление ситуации. По поводу диспропорции, о которой вы говорите, да, ну, первое, по, значит, я скажу про диспропорцию между работающими и пенсионерами, да. Вот смотрите, они нам постоянно сейчас тычут в лицо. Вот посмотрите, как изменилось соотношение там работающих и пенсионеров. А они не хотят обсудить, как изменилось соотношение между богатыми и бедными. Почему у нас налоговая система это не выправляет? Там и есть эти деньги, но они не хотят эту диспропорцию выравнивать. Но почему-то нам говорят о той пропорции, которая на самом деле у нас нормальная между работающими и пенсионерами, по большому счету. То, что второй аргумент про возраст, он также категорически, наверное, гумерный, я его даже, ну, всерьез рассматривать не буду. Здесь и сравнение с другими странами, оно совершенно неуместно, вы знаете, какая там продолжительность жизни. И про Советский Союз. Ну, там, в Советском Союзе выросла продолжительность жизни на 30 лет. Мы это уже обсуждали. На 30 лет они, в Советском Союзе этот вопрос о повышении пенсионного возраста не стоял. Здесь у нас выросла за последний, значит, постсоветский период на 2 года продолжительность жизни, давайте поднимать на 5-8 лет. Это просто категорически, конечно, недопустимая шея. Извините, пожалуйста, но вы же вначале сами сказали, что речь идет о пенсионном дефолте. Государство не в состоянии выполнять свои обязательства и что-то надо делать. Вот о том и речь. То есть причина этого – финансовая безграмотность правительства. Поэтому решать вопрос надо, начиная с правительства. Это совершенно очевидная речь. Давайте все-таки признаем, что и финансовая безграмотность населения здесь играет непоследнюю роль. Но вот из того, что вы сказали, я один позитивный момент вычленил для себя. Это достаточно тоже популярный лозунг. Насколько я понимаю, вы говорите о гигантском разрыве между богатыми и бедными и о том, что плоская скала налогообложения не позволяет изымать некоторые дополнительные доходы взымать с богатых для того, чтобы пополнить тоже пенсионный фонд. Да? Об этом речь идет? В том числе. В том числе. Это одна из мер. Да. И? А кроме этого? То есть вопросы решили. Вот вы говорите. Вот смотрите, я вам объясню по-простому. Вот смотрите. Меры, которые, ну и я о них говорил, и наши представители там в Госдуме говорили о том, откуда изыскать средства. Эти меры, они известны. Но известный ответ этого же самого правительства. Что они нам всегда отвечают? Мы не сможем это администрировать, потому что все уйдут в тень. Олигархи у нас уведут все капиталы в день. Значит, сверхбогатые все спрячут, ничего не будет. Крупные зарплаты тоже все спрячут, и никто не будет платить. То есть, вот знаете, это мне напоминает детскую игру, да? То есть все спрячут, но не спрячутся кто? Пенсионеры. Кто не спрятался, я не виноват, говорит правительство, и изымать будет у пенсионеров. Ну это вообще что? Не спрячется госбюджет прежде всего, который сейчас все платит за всех. Конечно, такой подход правительства, он просто неприемлем. То есть мы берем самую незащищенную категорию, которую, значит, можно по сути наказать, ее наказываем. А с этим крупным капиталом она не хочет работать. Ну вы даже вот смотрите, другие меры, которые сейчас правительство ищет, где деньги изыскать, да, те же самозанятые. Ну вдумайтесь, да? То есть мы сейчас будем у репетитора там искать, чтобы он заплатил налоги, а то, что у нас недоплачивают налоги вот эти, извините меня, экспортные капиталисты, которые экспортируют, да, наш природный ресурс. По закону они доплачивают, они не доплачивают, я понимаю, что... А насчет финансовой безграмотности, то, что вы говорите, обвиняете наше население, это, конечно, чудовищное обвинение, я категорически не согласен, потому что никто не верит просто сегодня ни в какие уже предложения правительства. Вот вы говорите частные пенсионные фонды, но у нас что произошло? Вы знаете историю Бориса Минца, который сбежал сейчас за рубеж, который частный пенсионный фонд? Где эти деньги, где он сам? Кто будет после этого верить в какие-то частные пенсионные фонды? У нас даже государственный пенсионный фонд довели до такого состояния. О чем мы говорим? Давайте мы немножечко, может быть, погасим накал дискуссий, потому что простое замечание о безграмотности финансового населения называть чудовищным обвинением. Ну а что это? В чем чудовище? Нет, а почему люди после этого должны верить в какие-то накопления? Вы объясните мне, если их обманули не один, не два, десять раз уже обманули. Я не могу сказать муху с одним конкретным, негосударственным пенсионным фондом господина Минца, одного конкретного жулика. Ладно, давайте... Минуту, я закончу. Отделим от проблемы того, что... Ведь о чем говорил Неля Гумерна, если я правильно ее понял? Что если бы каждый человек понимал, что определенную долю своей зарплаты лучше, не доверяя... Я повторю ваше слово, не надо доверять. Не доверяя откладывать на депозитик, там, в какие-то фонды, на покупку облигаций, все-таки у большинства... Не гоняясь за очень высокими процентами в различных кредитах, организациях. Ведь на что клюют? Откуда микрофинансирование развивается с такими темпами? Это что, следствие грамотности населения, когда человек подписывает договор, в договоре написано, там, 15%... Человек подписан, оказывается, 15% в день. И таких пострадавших от микрофинансовых организаций многие сотни тысяч. Это о чем говорит? Какое тут чудовищное обвинение? Я... Ну, подождите, вот, смотрите, вот, те примеры, которые вы приводите, да, ну, просто вот, даже те же микрофинансовые организации. Вот я лично вносил федеральную законодательную инициативу, чтобы ограничить все это по процентам, чтобы, в принципе, такого не могло... Вы думаете, наш госсовет поддержал это? Нет, конечно же, они проголосовали против. А простой гражданин, он должен, когда приходит финансовый институт, неважно, там, банк или что-то, он должен быть уверен, что, ну, это разумно, законами отрегулировано. А у нас этого делать не хотят. И здесь виноваты государства, а не граждане, конечно. Если мы хотим быть честными друг с другом и перейти лезвителем, то давайте признаем, что ограничения законодательные на потолок доходности микрофинансовых организаций введены. 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 Вы только что сказали, что все там не прислушались к вам, ничего не сделали. С вашей стороны, как конфликтолога и политолога, у нас уже конфликтная ситуация назревает. Что на самом деле происходит? Ну, я бы, конечно, согласился с определением, что произошел дефолт. Хотя, конечно, не в полном смысле это дефолт. Никому пенсии, слава богу, не отказались платить. Но первое, на что, наверное, обращает на себя внимание, то, что, так сказать, реформа это или не реформа, но то, что это было приведено фактически в режиме спецоперации. Как только открывается Мундиаль 14 июня, так правительство выступает в соответствующем заявлении. День в день. При этом, первый, значит, здесь фактор можно ответить, лето, жара, отпуска. Второй, то, что запрещены в городах, где проводится Мундиаль, ну, или очень ограничены какие-то массовые акции. И, ну, конечно, по совершенному нелепой случайности. У нас ведь никто никогда ничего не умеет планировать. И планировки, так сказать, и планов никогда не было. Именно 19 июня, именно 19 июля, за несколько дней до того, как ограничения по Мундиалью снимаются в центральных городах и в некоторых других, проводится первое, так сказать, первое, вчерашнее вот это... Первое чтение вот этого закона. Конечно, политическая мобилизация вот протестного электората, она затруднена, затруднена еще и в первую очередь, может быть, и потому, что, скажем, ну, вот спросите на улице, что такое конфедерация труда, независимая конфедерация труда. Кто вот на улице при таком случайном опросе это ответит? Вот, это организация, которую возглавляет как раз Олег Шейн, депутата «Справедливая Россия», которая как раз ведет яростную кампанию против. Вот, то есть политическая мобилизация затруднена, ну, и сама по себе, и еще, так сказать, в силу ряда вот этих условий, которые созданы. Но при... и надо сказать, ну, вот есть такая поговорка, чует кошка, чье мясо съела, надо сказать, что и профильный комитет Госдумы, он обставил свое заключение такими поправками. Ну, вот, если бы подобные поправки, подобные замечания были по диссертации, ну, сразу было бы ясно, что оппонент этой диссертации не хочет прямо давать положительное заключение. Он говорит, что да, диссертация заслуживает того, чтобы за нее проголосовали, но дает заключение, дает замечание первое, второе, третье, которые ее размазывают. Ну, вот, я просто позволю себе напомнить. Извините, пожалуйста, Сергей Алексеевич, я могу вам помочь, я могу процитировать замечание, которое в профильный комитет. Сомнительная объективность предложенных границ пенсионного возраста, кстати, вот эта вот деталь, мы не делаем различия между вот этим вот выходом на пенсию, да, 65, 68 и понятием трудоспособности. То есть, это не обосновано, а почему 63, а почему не 62,5, а почему не 62 и не 60, не обосновано это. Еще одно замечание профильного комитета, отсутствует прогноз влияния законопроекта на состояние рынка труда. Это означает, что люди останутся на своих рабочих местах, но молодежь, соответственно, этих рабочих мест не получит, и что будет, так сказать, с молодежью, так? Ну, и так далее, да, еще одно. И снижение доходов граждан предпенсионного возраста. Третье замечание – возможное снижение доходов. Тут, когда говорим мы, так сказать, с Алией Гумериной, что вот мы граждане предпенсионного возраста, это не значит, что мы не нуждаемся в пенсии. Просто, ну, я вот, например, рассматривал мне, так сказать, при прежних условиях на пенсию было бы где-то через 5 лет, и я рассматривал бы, сколько там, 9, 10 или 14, это как определенную, гарантированную, даже не столько государством, сколько моим предыдущим трудом, прибавку к зарплате, гарантированную. Ну, так сказать, я могу, допустим, там, на три четверти ставки остаться после этого, а, соответственно, этим пенсионным дефолтом эти деньги просто утащены из кармана. И не меня, а многих, многих-многих тысяч людей, ну, только, по-моему, в следующем году не выйдут на пенсию, если не ошибаюсь, миллион двести тысяч. Ну, примерно, да, примерно. Да, примерно так, но самое, может быть, здесь парадоксальное, что говорят о том, что страна изменилась, ну, конечно, страна изменилась, но говорят, что в России все меняется за 10 лет, и за 200 лет ничего не меняется. Вот, на мой взгляд, корректнее, может быть, не с 30-ми годами, а с 50-ми, 60-ми сравнивать, и не продолжительность жизни, как это делают, а ростом ожидаемой продолжительности жизни, что попросту называется возрастом дожития. За сколько у нас изменился с 58-го, по-моему, года возраст дожития? С 58-го по 2017-й, здесь данные за 15-й год, у меня вот за 2017-й, это по данным Вишневского из Демоскоп.ру, изменился на 0,7-х года. Ну, по-моему, тут, конечно, можно 0,7-х года или за 7 месяцев, но это, по-моему, уже непринципиально, и статистики не дадут соврать, это вообще такая пренебрежимая величина. Да, может, это такая флюктуация, которая вот так вот, так сказать, по сути дела, может быть, она и не изменилась с 58-го года, хотя в большинстве развитых стран возраст выхода, так сказать, возраст дожития, так скажем, кратко, изменился где-то от 5 минимальных Нидерландах до 10 лет в Японии. Ну, вот мы можем показать телезрителям, и у вас в распечатке есть две таких простеньких таблички, одна по данным ВОЗ и пенсионный возраст, продолжительность, я вот обратил бы внимание здесь на такой показатель, доля жизни на пенсии. Ну, по сути, об этом, так сказать, тоже говорится, да, 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 здесь получается, извините, сейчас я буквально две цифры назову, и чтобы внимание телезрителям на это обратить, получается, что в России мужчины проживают на пенсии чуть больше 16% своей, ну, общей продолжительности жизни, женщины 23%, ну, понятно, получше. И мы здесь занимаем 31-ю позицию, ну, я не знаю, где, как ВОЗ, с какими цифрами оперировал, но цирк, с моей точки зрения, вот неожиданный, во всяком случае, вывод заключается в том, что ниже России оказываются Финляндия, Армения, Эстония, США, ну, Аргентина, Польша. Вот это кто-то может прокомментировать? Ну, вообще говоря, надо сравнивать, наверное, в диахронном плане, а не в кросс-культурном, то есть не страну со страной, а, так сказать, состоянии, скажем, которое было бы до, так сказать, этой пенсионной спецоперации и которое, так сказать, сложится после. И я вернусь, вот и второй важный аргумент – это рост нагрузки на трудоспособное население. Этот аргумент очень часто вообще принимается даже противниками реформы. Ну, что поделаешь, ну, да, вот население стареет, рост нагрузки увеличивается, но здесь я позволю себе обратить внимание на два обстоятельства, что, во-первых, что-то нагрузка на трудоспособное население оказывается не только пожилым, так сказать, населением, не только пожилыми людьми. Если пожилых мало, как было в 30-е, 50-е годы, значит, это много детей. Если мало детей, значит, больше пожилых. А нагрузка-то, она, в общем, остается и в том, и в другом случае не такой большой. Более того, в нулевые годы, в нулевые годы нагрузка на трудоспособное население в современной России, а уже тогда начались разговоры о пенсионной реформе, была феноменально низкой, феноменально низкой – 50-60 на 100. Вот. В 65-м году, например, раньше она была в 80-е, и ничего, нормально, в 60-е годы, в 65-м году никто не говорил о пенсионной реформе. Давайте поясним, если не выражается, что имеется в виду, если вот высказать это простым языком бытовым, трудовая нагрузка. Ну, вот сколько работающих кормят, скольки пенсионеров? Ну да. Сколько работающих кормят, вот, 50-60, ну, если мы, соответственно, сократим, значит, это где-то, по-моему, 2, если я ничего в сокращении, соответственно, не ошибся, это значит, соотношение будет 1 к 2. Вот. А 80 к 100 – это уже, понимаете, 4 к 5. Вот. Это… Вы хотите сказать, что… Я хочу сказать, что в 65-м году нагрузка на пенсионную систему, которая была тогда солидарной, была более тяжелой. А мы тогда этого, собственно говоря, и не заметили. А что… Почему? Не заметили? Ну, не знаю, так сказать, потому что… А потому что, так сказать, эта реформа, которая сейчас проводится, она и не нужна. Не является такой катастрофической нагрузкой. Мне кажется, что в значительной степени это демагогия. Вот. Ну, тогда… И более того, ну, в 95-м году, в 95-м году 70 на 100 была нагрузка. Я в данном случае ссылаюсь на график академика Вишневска, профессора Вишневского, известного демографа, который был в Демоскопору. Ну, вот. Вот. Критической какой-то, ну, не очень хорошей ситуации грозит стать 2030-му году. Но по сравнению с этим, что будет в Японии, в Великобритании, Канаде и так далее, это вообще, скажем, кошмар. Все равно в России тогда будет намного лучшим положением в отношении пенсионной нагрузки, или, скажем, нагрузки нетрудоспособного населения. То есть, вывод такой, что объективных-то предпосылок для этой реформы нет. Просто правительство ищет не там, где потеряли, а там, где светло. Нет. Ну, как вы? Что мы имеем в виду в данном случае вы? Под наличием или отсутствием объективных причин. Ну, когда правительство говорит, что нам нечем платить, это вот для них это объективная причина? Это объективная причина для отставки правительства, которая... Микрофон. Это объективная причина только для отставки правительства, потому что оно довело ситуацию, вот, не имея объективных оснований, оно довело ситуацию вот до того, чтобы им нечем платить. Придут другие люди, они разберутся, да, они найдут, откуда взять деньги и будут платить. Это оптимистично. Вопрос к вам обоим, извините, да, вопрос к вам обоим, вот как представителям политического спектра нашего сегодняшнего обсуждения. Смотрите, все фракции, да, единогласно все фракции, без единого воздержавшегося во вчерашнем голосовании в Думе проголосовали против. Но у единороссов конституционное большинство, и они провели этот законопроект. Вот в контексте того, о чем мы сейчас с вами говорим, в контексте вот этих вот настроений, вот вы заметили, что планируют хорошо, но не до конца, да, спланировали под начало мундиаля. К чему я клоню? Вот с вашей точки зрения, с вашей, с вашей, да, вот эта ситуация, насколько она может быть пролонгирована во времени для того, чтобы изменить политический ландшафт? Да. Или, я сейчас, если говорить о выборах в Думу, они в 21-м году с нее память не изменяют. Или все вот так вот рассосется, мы поговорим, поговорим, и терпеливый наш ко всему привыкший народ просто скажет, ну ладно, ну ладно, ну так теперь будет у нас. Ну, первое, да, я считаю, что вот это голосование, оно на самом деле превратило Единую Россию в партию меньшевиков. Вот они сами себя этим голосованием поставили в такое положение. Они сегодня, безусловно, не отражают сегодня, конечно, позицию населения, это очевидно, когда у нас 9 из 10 против пенсионной реформы. И, конечно, если говорить о том, как это будет развиваться дальше, да, мы с вами не можем говорить там точно, да, вот про выборы в 21-м году или что-то, понимаете. Очевидно, мне иногда даже кажется, что наше правительство, оно просто испытывает наше население на терпение, да, вот будет что-то, не будет, да. Но ведь это социальное напряжение. Такие азартные ребята, да, у них такое казино там, да. У меня такое ощущение вот складывается, чисто по-человечески. Но, понимаете, со социальным напряжением такая история, да, вот как со снежной лавиной. Можно там из пушек иногда стрелять, ничего не будет, иногда громко сказанное слово и сошла лавина. Вот мы не знаем, когда это может произойти, но то, что социальное напряжение, очевидно, копится из-за таких решений, это просто 100%. И в этом смысле, я считаю, очень опасна игру, которая затеяна, да, потому что вот сегодня на повестке стоит пенсионная реформа, которая не имеет под собой объективных оснований. Если этот вопрос не будет урегулирован, то дальше может стать вопрос, в том числе и по, значит, единой России и так далее. По правительству он уже тоже встает. Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. То есть посмотрите на ситуацию в Армении, да. Вот простое нарушение, обещание, что он не будет премьером с Аркисяном, могли бы удовлетвориться этим. Он бы не ушел бы и не стал. Но он настоял, они потеряли не только премьера, они потеряли правительство, они потеряли парламентское большинство. Артем Вячеславович, аналогия с Арменией выглядит очень красиво, я бы сказал даже цветисто, но, боюсь, неприложимо к Российской Федерации. Если бы мы не знали все особенности национальных выборов, то можно было бы сказать, что правительство создает все условия для оживления политической конкуренции и для расцвета политической оппозиции. Я говорю, если бы мы не знали некоторые особенности национальных выборов, которые иногда... С оговоркой, но наконец-то позитивное какое-то заключение. Скорее здесь, Юрий Прокопьевич, скорее здесь как такой сарказм. Ну да нет, я тоже шучу, не принимайте мои слова абсолютно за чистую монету. Мы все немножечко позволяем себе юмор, иронию, сарказм и так далее. Но к вопросу об иронии судьбы. Вот мне недавно пришлось где-то, боюсь, это источник не очень может быть чистый, да, такой верифицированный. Где-то я вычитал, что вот почему именно установлен был вот этот возраст, 60, выхода на песню, 60 для мужчин и 55 для женщин в те давние, там, 30-е годы. Якобы было все-таки правительство там советское, да, или там сталинский режим при всех его там ужасах, переужасах, они все-таки были, похоже, методически основательными ребятами. И если верить той информации, которая мне попалась на глаза, установили, что вот именно в этом возрасте в ту пору большинство населения Советского Союза теряло, извините за грубость, репродуктивные способности. И, соответственно, с этим каким-то образом вот медики пришли к выводу, что это и означает потерю трудоспособности. То есть человек после этого возраста, он мог трудиться, но он не мог трудиться достаточно эффективно. И тогда приняли такое решение, окей, здесь будет 60, для женщин 55. В этом смысле страна, конечно, как уже здесь было всеми сказано, ну, колоссально изменилась с тех пор. По некоторым категориям надо бы уже, если этим руководствоваться, отправлять на пенсию в 30 лет мужчин. Да, вот, а у нас происходит нечто прямо противоположное. Я хотел бы вот просто обратиться к неизменно Ахмедовичу, объективирую его. Давайте все-таки вот с точки зрения такой чистой лабораторной демографии, что происходит? Вот, может быть, на самом деле правительство и, кстати сказать, ваш шеф, иметь это в виду, правы, когда говорят, что, ребята, ну, мы, да в 68 на мне еще можно там пахать и пахать и пахать. Но, конечно, забывая при этом, что до 68 мне не будут платить в пенсии, я должен буду сам вкалывать. Что, вот, как ваша оценка, вот, как демографа, вот, процессов, которые происходят, обоснованности тех выкладок, которые нам приводят, с одной стороны, правительство, ну, в данном случае в лице господина Топилина, с другой стороны, вот, мы наблюдаем здесь реакцию политическую, такую, и тоже аргументированную по большей части. Что? Во-первых, всем добрый день. Что я хочу сказать? Вот, ну, это прогноз организации объединенных наций, и мы знаем, что в мире существует более 230 стран мира, и только 27 стран мира, естественно, население будет падать. Во всех остальных странах будет расти. И, к сожалению, вот, число этих 27 стран попадает и в Россию, как и вот большинство стран СНГ, Японии, например, Европы. Извините, сразу уточнение. Численность населения будет расти не благодаря тому, что будет увеличиваться рождаемость, а благодаря тому, что будет увеличиваться срок жизни. То есть население во всех странах, кроме 27, будет стареть. Да? Или что? Или я не так понимаю? Нет, насчет именно низкого, естественно, просто. Ну, вот мы говорим, что у нас в России сейчас положительный естественный пророст. Действительно, это так. Вот, 2011 года и в России, и в Татарстане, во многом, мы знаем, Татарстан повторяет общероссийские тенденции, хотя мы привыкли, ну, сейчас мы говорим, что в Татарстане у нас, ну, по многим позициям, да, социально-экономическим, мы лидеры, но по демографическому, ну, занимаем чуть выше среднего положения. Ну, по некоторым, да, вот, продолжительность жизни, десятое место, я согласен, да, ну, например, порождаемство, например, да, и прочее, то есть, 26-е место и прочее, то есть, мы не попадаем в первые 20-е. То есть, зрителям можем показать табличку, вот, да, о которой вы сейчас говорите, с продолжительностью жизни в региональном разрезе. Да, действительно, вот, когда была принята, вот, пенсионная реформа, вот, установлен тот возраст, который сейчас существует, ну, это средняя продолжительность жизни была 40 с половиной лет, ну, насколько известно. Ну, сейчас, вот, есть данные, да, действительно, по России 72,4, по Татарстану даже 74 больше, чем в среднем по России. Есть даже прогноз, вот, в 2028 году, что у мужчин будет средняя продолжительность жизни 75, а у женщин 85. Даже вот такие прогнозы, ну, конечно, разные прогнозы, да, но это именно представлен правительством, ну, прогноз, который представлен правительством. Но, что я хочу сказать, вот, в Татарстане, да, какая ситуация? Вот, возьмем, например, 80-е годы. Вот, пик рождаемости, самый высокий рождаемости в Татарстане был в 1987 году, 70 тысяч рождений. Не только в Татарстане, так сказать. Да. Это в следствии Горбачевского сухого закона. Ну, золотые годы, можно сказать, да, рождение, начиная в 80-х. Золотые годы начали на злобу враждаем. Это пик, вот 70 тысяч, да, возьмем 90-е годы, начало сколько, 35 тысяч, два раза меньше. И сейчас сколько, сейчас 49 тысяч, 48, 49, да, можно проверить статистику, да, официально. Стараемся. Да, ну, возьмем, давайте, вот, этот период, ну, мужчина выходит 60, да, женщина 55 лет, и что мы увидим, что в конце 40-х годов, 2040-х годов, что увидим, что, например, те, которые рожденные в 80-е, они выйдут в пенсию, а те, которые рожденные в 90-е, которых в два раза меньше, они будут работать. И, конечно, что Россия будет сталкиваться с очень серьезными проблемами. Ну, вот, я сам вижу, как, вот, с точки демографии, им самый сложный будет, конечно, кризис вот в конце 40-х годов. Слушайте, вот это загадка, да, я думаю, и телезрителям не безинтересно будет внятный ответ получить. Вот сейчас мы говорим, что мы испытываем вот этот вот кризис, да, это демографическая яма очередная у нас, да, это вот теперь уже яма 90-х годов. И нам опять говорят, ну, знаете, это вот последствия же вот в Великой Отече, там, Второй мировой войны. Как-то мы, я пытаюсь понять, мы все время, я вот сколько живу, а я уже довольно долго живу, да, ну, Илья Гумерна, мы с вами понимаем, и я все время слышу про эти ямы. И впечатление такое, что наша страна, она вот из ямы в яму, из ямы в яму, и в Советском Союзе. Я хочу вот смотреть демографу, да, мы когда-нибудь избавимся от этих ям? Ну, что я хочу сказать, вот действительно была Вторая мировая война, да, у нас в России, как всегда, очень серьезное потрясение, да, они как всегда влияют на численность населения, ну, хотя после этого было как закон компенсации, да, ну, это демографический, да, то есть более высокий рост рождаемости, но что мы видим? Вот, смотрите, рожденные во время Второй мировой войны, как бы, из понятия эха демографии, да, первое эхо, они как раз вошли в репродуктивный возраст в 60-е годы, и сейчас, это первая волна, ну, первое эхо, и как раз их было намного меньше, да, и рожденные в 60-е годы, потому что они сами стали родителями, рожденные во время Второй мировой войны, потом есть второе эхо, вот они опять свои 90-е годы совпало, 90-е годы, это второе эхо уже, то есть их дети стали родителями. Ну, а вы говорите эхо, это более научно, да? Это научно, это научно. Полятно. Ну, что я хочу сказать, вот демографы уже посчитали, что нет ни одной страны, или пережил демографический кризис, или сейчас переживает, или будет переживать. Ну, в России, как известно, у нас был очень серьезный социально-экономический кризис, и это совпало с демографическим кризисом. Ну, да, и насколько все усложнилось, и действительно, вот я же вам приводил пример, что в конце 80-х 70 тысяч рождений в Татарстане, да, а уже спустя несколько лет в два раза меньше. Конечно, это будет сказываться, и вот я уже посчитал, да, в конце 40-х годов, 21-го века, и тем более, знаете, мы сейчас не можем надеяться на миграции. Вот миграционный прирост... У нас всегда донор был в Узбекистан, да, сейчас уже вот ведущие вузы, высшая школа экономики, Московская государственная института, они все уже, у них есть прогнозы, и численность приезжих из Узбекистана будет в два раза меньше. А у нас в Татарстане больше всего как раз донором, именно явились представители, да, мигранты в Узбекистан. Нет, сейчас, давайте не будем брать механический прирост за счет трудовой миграции. Да, нет, ну... Нет, миграционный прирост будет падать по многим результатам. Я хочу просто сказать, что вот, например, меня это не очень волнует, меня больше волнует то обстоятельство, в состоянии ли будут, а... Это же трудовые ресурсы. Работать? Да, наши, которым 68 заставят выходить на пенсию, вот они меня беспокоят, и я так понимаю, и присутствующих тоже больше, чем таджикские газеты. Мы постараемся работать. Ну да, Илья Гумерновна, если мы, конечно, с вами начнем, то мы поправим ситуацию. Ну, за всех я, к сожалению, не могу так. Я просто хочу понять, на что они способны, вот, в трудовом отношении я имею в виду, на что они способны. Это хороший вопрос, потому что надо... Ну да. Ну да, мы же к рынку труда и перешли, собственно говоря. Елена Петровна. Я хочу сказать, что, конечно, замечательная акция российского правительства по повышению пенсионного возраста в начало чемпионата мира, это действительно было очень оценено, мне кажется, всем миром, вот, нами особенно. По крайней мере, чемпионат мира дал хороший бэби-бум, вот, в Германии. В Германии. Я говорю по статистике Германии, в силу чего, как бы, я, ну... Чтобы у них это чемпионат. Да. Чемпионат мира Германии дал такой результат. Мы имеем официальную статистику Германии, что дети, рожденные 2006-2007 года... Я очень надеюсь, что мы поправим отчасти тоже демографию российскую, благодаря чемпионату мира. Кстати, раньше были дети в фестивале, сейчас дети в фестивале... Ну, мы посмотрим, мы посмотрим. На самом деле, мне кажется, исходя из того, что происходит, если в Германии будет бэби-бум, у нас, видимо, бум-пенсионер. Стало вдруг так много в повышении чемпионата, что правительство сказал, что не может пенсии платить. Мы не можем идти стандартным путем, Россия идет всегда немножечко своим путем, и я думаю, что, конечно, это не все так просто. И мне кажется, что картина мира действительно меняется, и мы уже не в 30-х годах, и даже не в 18-м веке, когда там Достоевский писал о том, что старуха-проценщица, старуха сгорбленная, ужасная, 42-х лет. Так что, в принципе, конечно, пенсии жизни заканчивается, но у всех есть вот эта галочка психологическая. И как представитель, наверное, рынка труда, я все-таки хочу сказать, что рынок, конечно, ориентирован на мобильность и на квалификацию, на изменения. И есть сейчас хорошие очень тренды, когда работающее поколение, возрастное, прекрасно идет в ногу с рынком и прекрасно получает квалификацию. Однако мы не можем пойти против, ну, наверное, статистики. Посмотрите, мы Европа или не Европа. Вот я сегодня с удовольствием посмотрела статистику, которая была представлена. Относительно Европы, да, мы в хвосте. Я имею в виду продолжительность жизни, конечно же, в первую очередь. Не рождаемость, а именно продолжительность жизни. Мы, наверное, имеем другие природные условия, может быть, поэтому там, кто там, финны тоже в хвосте вместе с нами. Нам холодно. Хотя, наверное, для продолжительности жизни это как-то позитивно должно. Давайте немножко перейдем конкретно к вашим делам. Я же задал вопрос, на что способны, с точки зрения, подчеркнул я так, трудовая деятельность, те люди, которые сейчас либо близки к пенсионному возрасту, либо уже перешагнули к действующим пенсионным возрастам. Вот к вам же обращаются, в том числе и такие люди. На что они претендуют, на какие места работают, на какие должности, на какие условия, на какую оплату. И в состоянии меня, я могу заявиться, что да, я хочу быть там пилотом, как говорится, Боинг-887 с зарплатой 900 тысяч рублей в месяц, с социальным пакетом. А вы, как руководитель каждого агентства, так посмотрите на меня, и что вы про меня подумаете. Ну, я сразу... Это проблема с деменцией. Я сразу хочу отделить государство. Да, все-таки я считаю, что пенсия и пенсионный возраст – это задача государства. Я представляю коммерческую структуру, которая является отражением активного рынка. Да, то, что спрашивается на рынке. Конечно, к нам не приходит работодатель и не спрашивает у нас персонал, не заказывает нам персонал, который возрастным образом является выше границы, ну вот, скажем, пенсионного возраста. Как правило, квалифицированного, готового работать, ну, я думаю, не секрет, что Европа мы та еще. И когда европейцы с удовольствием ставили своих экспатов здесь, в России, они на каком-то этапе очень быстро поняли о том, что русские-то работают за те же деньги, а то и за меньшие. А работают они дольше. Потому что экспат, время шесть часов, он встал и вышел. Да, то есть он, в принципе... И речь идет о том, что есть люди, которые способны, скажем, несмотря на свой возраст, выполнять свои задачи прекрасно, и у нас есть прецеденты, когда люди возрастны и проходят на вакансии, и работают прекрасно, к их квалификации никакой, никаких претензий нет. Я хотел бы понять, извините, что я второй раз вас перебиваю, просто хотелось бы чуть больше конкретнее. Еще раз. Смотрите, вот один конкретный момент я, выражаясь не парламентским языком, просю. То есть работодатели, которые обращаются к вам, все-таки хотят, чтобы вы нашли работников с большой мобильностью. Обязательно. Есть ли большие претензии? То есть это как, вы знаете, объявление? Ищу главного бухгалтера в возрасте не старше, 24 лет, с опытом работы не меньше семи. Вот пример, это вы хотят? Безусловно, работодатель всегда хотел бы, чтобы человек не ел, не ходил в отпуск, получал маленькую заработную плату. Я хочу понять тенденцию, преобладающие тренды. Преобладающие тренды, как и, наверное, во всем рыночном периоде, начиная с 90-х, каких-то годов, что мы можем назвать уже рынком, который похож на текущее состояние. Тренд такой, что работает поколение, которое, наверное, сейчас приближается своими носами уже чуть-чуть к пенсионному возрасту. И оно немножко другое, чем было поколение, которое вот, поколение дворников и сторожей, которое, знаете, которое просто, ну вот, к сожалению, они держат на своих плечах порой заводы. Они вот, и думаешь, вот выбей плечиком вот этого пенсионера, и заводы закроются, потому что некому, потому что платят копейки, потому что молодежь не идет туда. А квалификация высокая у этих пенсионеров. И они незаменимы. Мы можем говорить о многих трендах, и это очень непростая ситуация. Невозможно сказать одним словом, или как-то вот вы мне сказали, обозначите тренд. Этот тренд – это наш социум, который, к сожалению, ну вот сейчас очень, я считаю, в плачевном состоянии, в патовом положении. И я считаю, что давайте мы будем обсуждать ситуацию все-таки на государственном уровне, потому что государство несет ответственность за нас, и мы несем это ответственность за государство, в котором мы живем. То есть мы несем тоже кое-что? Да, да, кое-что мы тоже так, немножко в силу своих, машинных сил. Я так понимаю, что у вас были какие-то ремансы, какая-то реманса. Я просто хотел задать вопрос, может, о развитии, да, что, строго говоря, два вопроса. В свое время, в конце 60-х годов, известный писатель и ученый Иван Ефремов в переписке с своим американским коллегой заявил, ну он сам был уже тому времени болен, его вытеснили из института палеонтологии, и он заявил так, что ну вот уйдут последние поколения, которые воспитаны, так сказать, в соответствующей трудовой морали и этике, и придет катастрофа. Он 908-го года рождения, это примерно 68-й год. Ну если при катастрофе... Да, ну вот это как раз он когда-то час быка уже писал. А, вот. Ну и вообще говоря, катастрофа-то не произошло, и сейчас уже следующее поколение, которые, по-моему, уже внуки Ефремова, они находятся уже в таком пенсионном, предпенсионном возрасте, и говорят, а будет ли катастрофа? Ну а второй вопрос... Это социальный оптимизм. Нет, ну... Ну да, потому что нет, ну сейчас, когда вот я как человек уже почти к претензионному возрасте смотрю на своего 10-летнего сына, думаю, а вот уйдем, будет катастрофа. Не будет, да. Не будет, не будет. Чтобы продлить не просто нотку оптимизма, я могу сказать, я всегда, попросту говоря, говорю, там, балдею, я смотрю на старушек, которые там иногда, ну что-то там с еличками там приторговывают, такие, и всегда думаю, слушай, да ты же ведь, я же был 18, ты же от петлов захлёвывалась, ты же там вообще тащила с этого же ресторана, а воспринимается, как будто вот они там, вот 1907 года просто старушки, да, по идеальному куполу, как-то они трансформируются таким образом. Хотя это же вполне поколение уже такое. Это очень симпатичное замечание, что мы, может быть, немножко хуже думаем, да, о самих себе. Ну, может быть, отомрут нерыночные какие-то производства, может быть, они уже, с другой стороны, они выполняют госзаказы, они, ну, они... Второй вопрос, он более серьёзный, не будет ли заработиться, собственно говоря, то, о чём предупреждали в профильном комитете Госдума, среди молодежи или среди пожилых? На эту тему я думаю, что нужно проводить фундаментальные исследования. Сейчас невозможно ответить, да, каким-то таким обывательским взглядом на всё это. Безусловно, оценить, я думаю, что на текущий момент, ну, я просто предпочитаю какую-то вот статистику, да, какую-то... Можно просчитать. По поводу безработицы, я могу сказать только одно. До сих пор не хватает, как бы ни ругали профессию бухгалтеров, не хватает проспекцированного бухгалтеров. Это не безработица, это не хватает... Это структурная безработица. Да, по структурной безработице нехватка профессионалов. Очень сильная. То есть, как мы говорили, у юристов их тоже не хватает, но это отдельный момент. По каким-то рабочим профессиям мы, на самом деле, очень многие вещи забыли, мы очень многие вещи закрыли. с представлением того же правительства. Сейчас мы очень многие вещи возрождаем, поэтому очень тяжело возрождать. И молодежь порой не хочет идти в те профессии, которые были 15-20 лет назад. И помните, в наши времена и ПТУ, и колледжи не возвращаются туда молодежь. То есть, оно выбирает другую траекторию развития. Нам не всем на уровне труда. Нужен человек с высшим образованием, опытом работы, знанием английского языка, умением владеть прекрасным компьютером. И водить кофе на чай. И водить машину, желательно свою собственную. На что мне ребята отвечают, если у меня это все есть, зачем не тратиться на работу. То есть, как бы, этот момент тоже присутствует. И есть момент, что безработица пенсионеров, это должна быть все равно определенная программа по людям, которые пересекают определенный возраст. Она уже есть, я сейчас я не расскажу. То, чтобы люди были готовы к смене деятельности в связи с возрастом. И не обязательно входить в программу и обязательно знать компьютер. А может быть, мы должны так воспитывать людей, что они после 40-ка что-то должны открыть себе новое. И научиться рисовать и продавать картины. Выйти из-за той зоны комфорта и быстренько влететь в другую. Да, если удастся. Да. Конечно, понятно. Да, мне все-таки так просто поражает оптимизм и легумерно. Все прекрасно. Все-таки, наверное, вы путаете, в конце концов, право с обязанностью работать. Потому что, ну, право у человека, вышедшего на пенсию, никто не забирает, что он может дальше работать. А речь идет о том, что сейчас его обязат работать. Именно мы с вами об этом говорим. Нет, ну, смотрите, я просто ремаркал на это выступление. Я удивляюсь только одному, что мне на шестом десятке больше оптимизма, чем в его возрасте. Это он меня тоже не может разорвать. Я реалист, просто, я реалист. Просто посмотрите, в той же Игонии, которая нам приводит пример, у них человек может выйти на пенсию с 60 до 70 лет промежуток. Он может выиграть. Да, конечно, от этого будет зависеть размер пенсии. Но нам что ставят, какую планку при такой продолжительности жизни? Совершенно другую. Поэтому это просто, ну, знаете, так нельзя. Не смешивайте право с обязанностью. А теперь вот по рынку труда, да? Ну, на самом деле, сейчас, вы знаете, в связи с этой реформой пошли разговоры, как будут защищать у нас пожилых людей, чтобы их не увольняли. Будет программа защиты, значит, будет государство внимательно следить, Минтруд и так далее, да? Но вот давайте сейчас рассмотрим слова и действия Минтруда. А действия такие, если, не знаю, кто видел, не видел новости, которые опубликовали, что Министерство труда сейчас рассматривает инициативу внесения в Трудовой кодекс новой статьи утрата, увольнения по утрате доверия. То есть, понимаете, у нас никто не будет потом уволен по старости. Они не скажут, ты уволен по утрате доверия. То есть, извини, но мы тебе больше не доверяем. Вот так и будет сформирована эта возрастная безработица. Это прямо связано с проблемой деменции. Ему скажут, ты не помнишь, что я вчера тебя просил. Просто почему-то у нас Елена, я при всем уважении, я поражен. Вы ходите вокруг да около очень аккуратно. Но вы не сказали, что всегда на рынке труда у нас сейчас идет запрос на молодых. И что будет делать? У нас даже предпенсионный возраст сейчас не может найти работу. А вы говорите, что вот у нас будет все востребовано, значит, люди, которые продлят пенсионный возраст. У них хотя бы право сейчас есть работать или не работать. А их право не работать, лишат. А я с вами соглашусь. А я с вами соглашусь. А другое дело, что несмотря на это, все равно пробиваются. Я не могу сказать, что это ситуация без исключений. Однако, к сожалению, вынуждена с вами согласиться. Запрос идет на молодых. Хотя нельзя по законодательству писать ни возраст, ни пол. Это идет дискриминация. И мы говорим о том, что, конечно, это идет очень косвенно. Указывает о том, что требуется мобильный персонал. Указывается о том, что команда молодая, такого возраста. Нам нужна спайка с корпоративным менеджментом и так далее. Мы стараемся обходить это. Наля Гумеровна сказала о том, что сейчас мы потеряли школы рабочих. А вы знаете, у нас полностью вымыта инжиниринговая школа. Да. Я тоже. Это просто мы все-таки рабочие. Эта квалификация крайне важная. Но инжиниринг – это то, что над нами, простите, крыши, под нами дороги. И мы будем… Это то, что движет, это машины. И, конечно, это… Я бы хотела еще запомнить. Я увидела, услышала прациональное зерно по поводу… Привели пример Японии. И когда-то был момент, когда в России тоже обсуждали этот момент, когда человек не выходит на пенсию в 55-60. И ему увеличивается потом пенсия, если он не получает ее в процессе работы. Я думаю, что людям депутатского корпуса, в школе у нас такие вещи произошли, надо ставить этот вопрос о том, чтобы был какой-то увеличивающий коэффициент, особенно у людей, которые работают на пенсию, которые… Ну, примется реформа, как бы то ни было. Человек исполнил с 50, 50 тем, он дальше работает, чтобы вот этот коэффициент… Вот это очень все интересен, но вы знаете, дорогой Гумер, извините, если я вас перебил, вот финансо-экономический блок нашего правительства – это очень оригинально мыслящие люди, на самом деле. Я слежу немножко, да, вот за этими процессами, да, вот подготовки этого проекта, какого вносили. Мы с Олегом Морозовым, с Олегом Викторовичем, конечно, с Олегом Морозовым подискутировали даже на эту тему недавно тут, мягко говоря. Они ведь что предлагают? Они не предлагают вариант, который вы говорите, что если ты там работаешь, у тебя будет повышающий коэффициент. Но среди предложений, которые, скорее всего, во втором чтении с большой долей вероятности будут приняты, есть одно такое, что… Ладно, давайте мы запишем, что вы… Ну, хотите в 60, ну, уходите в 60, но вот на такую пенсию. А если в 63, то вот на такую. А если в 60, понимаете, что… То есть они пытаются стимулировать в другую сторону. Если ты, паразит, хочешь в 60, ну, так и быть, иди. Но будешь получать 12 рублей, как колхозник в Советском Союзе, пенсию. Понимаете? Я это называю оригинальностью мышления. Хотя логика при желании здесь вообще просматривается. У меня сейчас вот… Мы уже, наверное, будем заканчивать. Мы работаем достаточно долго, почти полтора часа, как и обещали. У меня, знаете, что вот в этой ситуации, вот я не правильно заметил, что, конечно, нужно для того, чтобы ответить на вопрос, не столкнемся ли мы с новой безработицей, да, при продлении выхода. Нужно, конечно, серьезное научное исследование. Но, тем не менее, я думаю, на вскидку вот присутствующий кто-то может сказать. Ну, понятно, что вот про инжиниринг было сказано, про рабочие специальности, опасение, что вот если сейчас пенсионеры или те, кто в предпенсионном возрасте уйдут, как бы эти не попадали наши домики карточные, да, что некому будет, грубо говоря, трамвай водить там, ну и так далее, условно, там на стройке работать, хотя, если мы посмотрим вокруг, мы же увидим, что на стройках работают 18-20-летние, не обязательно таджики, кстати сказать, сплошь и рядом наши люди, вот местные работают, на заводах кто-то работает. Это феномен такой общества, когда все вроде бы вот по всем оценкам, все катится чуть ли не в тартарары, а все существует, понимаете, все как-то движется. Не знаю. Ну, я думаю, вот то, что касается прогноза по безработице, это может быть тема второго круглого стола, это надо вот нам с темографами просто посмотреть и даже просто просчитать то, что вот... То, чтобы в состоянии заместить, какие пройдут замещения, но как бы нам нужно время, и мы можем к этой теме вернуться и посмотреть вообще, ну, примерные прогнозы ожидаемого рынка труда для тех, кому сегодня 20, кому сегодня 40 и кому сегодня 55-50. Я думаю, Эльян будет очень благодарен, потому что вот он вчера заявил... Дай Бог, чтобы он нас послушал. Да, опять, что 5 миллиардов уже зарезервировано в федеральном бюджете на программу переобучения вот лиц пожилого возраста, предпенсионного, но ни слова, никто не обмолвился, откуда взялась сумма 5 миллиардов, а, допустим, не 15. И никто не сказал, что будет учить. Да, кто будет учить. Выше школы экономики, скорее всего. То есть, на самом деле, Агу, да, 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 ваш заклятый друг Кузьминов. Да, я думаю, что будут определенные учебные заведения центра. Ну, конечно, лицензированные будут, да, конечно, отберут, всем вам не дадут, а то вы сейчас вот начнете учить всех подряд, это никуда не годится. Да, я думаю, что, так сказать, разговор надо сейчас приводить в следующую плоскость, что да, решение принято, ну, дай Бог, чтобы оно оказалось не фатальным и не совсем фатальным, вот, но что можно, так сказать, сделать сейчас конкретно для себя, для ВУЗа в этой ситуации. И вот первый момент – это переквалификация. Ну, то есть, не переквалификация, а получение денег, грубо говоря, на переквалификацию, так сказать, людей предпенсионного возраста. А 5 миллиардов – это, кстати, очень небольшая цифра, потому что тут сразу же в уме можно просчитать. Если один, если откладывается выход на пенсию 1 миллиона 200 тысяч человек, то на каждого 3 тысячи, если я не ошибаюсь, вот, на 3 тысячи... Ну, так вот развивается, что не все как-то надо их переводчивать. И дадутся в их 5 тысяч на переквалификацию одного человека. Ну, в общем, может быть, ну, тут действительно надо продумать, а стоит ли, допустим, ВУЗом каким-то за это, биться за долю подобной суммы. Вот. Конечно, ВШР может это все осилить и в одиночку, но дело в том, что пенсионеры-то, они разбросаны по всей стране, децентрализованы. Насок подряд возьмут. Ну, возможно. Надеемся. Вот, это первый момент. Второй момент, который, в общем, тоже уже здесь всплыл в обсуждении, это получить деньги, получить гранты на исследование безработицы. Ну, кому война, так и кому мать рода. А третий момент, я думаю, он непосредственно на ВУЗов касается. Ну, я думаю, что можно так или иначе получить результат такой, что, да, вот нашу, так сказать, молодежь, молодежи угрожает безработица. Что делать в том случае, если действительно, так сказать, какой-то части молодежи угрожает безработица? В результате продления пенсионного возраста. Да, в результате того, что рабочие места, они, во-первых, так быстро не создаются, а имеющиеся будут заняты теми людьми, у которых повышен пенсионный возраст. Ну, в общем, мы можем вспомнить, что в советские времена, например, студенты, почему не было, допустим, бурь такого большого давления на рынок труда со стороны молодежи, а студенты не работали. Им было запрещено. Им было запрещено работать по закону. Только там на пятом курсе где-то там сторожем или и так далее. Нет, я вам даже скажу, им было разрешено работать только на производственной практике, на которую они уходили по учебному плану. На пятом, на четвертом курсе все равно. Это пятый, четвертый курс только. Ну, так или иначе, вот вы подтвердите. Им не было разрешено работать. А это было не случайно, я думаю, это было сделано именно для того, чтобы студент не давил на рынок труда, ну и, конечно, учился бы. Что можно сделать в этой ситуации? Просить о увеличении бюджетного приема. Вот. Того, я не знаю, того же Топилина или нового министра науки и образования. По крайней мере, ну, не важно, что демографическая яма, важно, что, ну, извините, что в политике не обойдешься без некоторой доли макивилизма, а важно, что повод есть, и некоторая угроза молодежной безработицы реально или мнимая существует, и вузам здесь надо, не надо упускать свой шанс. Вход ваших мыслей наверняка понравится как ректору КНИТУ, так и ректору КФУ. Очень сильно. Это уже вы переводите разговоры. Но самое главное, чтобы КНИТУ просил на свои инженерные специальности. Понятно, да. А не на чужие, да? Там достаточно. Я надумаю. Коллеги, у меня большая проблема, давайте мы все-таки не будем в этот такой узкокорпоративный коридорчик заводить наше рассуждение. Но, тем не менее, мы завершаем, если есть у кого-то специальное, очень коротко для резюме, давайте вот, как вы... Мы с ней вместе сразу скажем. Скажите сразу. Я думаю, что мы вот уже обсудили, и мы предлагаем, может быть, через месяц, через два, именно по вопросам безработицы у молодежи, как это повлияет на молодежь, эта пенсионная реформа. Она ведь бьет не только на взрослых, она же на молодых тоже. Окей, Дарья Левовна, я обеими руками за вопрос. Вы будете готовы через два месяца к такому разговору? Да. Окей. Мы будем. Ну, я лично ничего хорошего не жду, даже вот с учетом поступивших предложений от нашего правительства, просто по одной простой причине, потому что вот я послушал сейчас выступления, которые вчера были, и которые транслировали наши депутаты Госдумы из Татарстана, которые здесь выступают. Вот, смотрите, у них всегда решается со знаком минус, да. Они нам сказали, что надо исполнить конвенцию Международной Организации Труда, чтобы пенсия была не ниже 40% от зарплаты. Да, и они предложили вариант. Как исполниться? Давайте от одни пенсионного возраста. Другого у них, знаете, какое предложение может быть, по моему мнению? Они скажут, давайте зарплату понизим. Они тоже же исполнили. То есть это абсолютно, ну, всегда вот формальный подход. Пенсионный фонд от зарплаты отчисления. Всегда у них, ну, подход со знаком минус. Поэтому я жду только дальше от них негативные сюрпризы, к сожалению. А единственный шаг, бороться против этой реформы, она не нужна. То есть и этот преодолеть пенсионный дефолт нужно со смены команды в правительство. Чтобы новая команда нашла новые деньги на... Ничего не сделала. На дополнение к самому. Как сказал Врехт, в продолжении, что, ну, если правительство, так сказать, пусть правительство выберет тогда другой народ? Да. Ну, типа да. Да. Так сказать, народ не оправдал, так сказать, доверить правительству. Значит, придется правительству выбирать другой народ. Или обычная демократическая процедура. Он же, так сказать, это перевернутый лу. Понятно. По социализации. Проголосую за политическую вариативность. Вот, ну, проговорили о том, что это заявление единороссов приведет вот к такому. Поэтому хочется мне, чтобы была политическая вариативность вообще. Вот. Ну, и, конечно, при том уровне пенсии, который у нас, у пенсионеров, при том уровне жизни, при том отношении государства к пенсионерам, отсутствии поддержки, наверное, хочется сказать, что рано нам, да, отсутствие зрелости населения, в том, чтобы самостоятельно распоряжаться пенсионными какими-то накоплениями, все-таки не вижу готовность нашего социума перейти к таким радикальным изменениям, при том, что я представляю рынок труда. Меня не пугает безработица молодых. Я не верю в нее. Не верю, как Станиславский. А пугает меня старость наших стариков. Наша молодость в 50-60 лет, мне кажется, это уже проще воспринимается. Будем смотреть позитивно на мир. Может быть, что-то произойдет более гармоничное с этой реформой. Вариант японский тоже, кстати, компромиссный и даже лучше, чем то, что предлагается. Вот, поэтому останемся сидеть и тут, и там. Ну, экономику не хвала вообще. Спасибо, спасибо всем огромное. Примечательно, что мы уже на финише дискуссии один за другим стали обращаться к именам великих. Прозвучал Брехт, прозвучал, вы знаете, на кого-то сейчас со слайд? А я даже не помню. Уже склероз? Это так, да-да-да, к вопросу о потере работы по утрате доверия. Я позволю себе тоже сослаться на одного великого. Он, может быть, не очень великий, он великий для детей. Если кто помнит, такая знаменитая фраза, она ходит, а автора уже мало кто помнит, что в России надо бы дожить долго. Сказал я, я сам недавно об этом узнал, он заинтересался, думаю, тут, ну, у всех на слуху, тем более пенсионная реформа, ну, это же прям вот, прям надо над законным повесить. В России надо бы жить долго. Так это Корнеев Иванович Чуковский, оказывается, сказал. Назов. Назов. И вот он это сказал по совсем другому поводу, он там беседовал с юной литераторшей, сказал, что вот я там начинал публиковаться, я был самым юным. И до сих пор публикуюсь, и только сейчас вроде ко мне что-то приходит какое-то. В России надо бы даже и долго. Но сказал так, что я говорю, он прям с ювелирной точностью фраза ложится на сегодняшнюю действительность. Но я не к тому, чтобы лишний раз там еще там подколоть правительство, ничего. Я немножко о другом хочу сказать, чтобы добавить оптимизма. В принципе, у нас и пессимистическая точка времени была высказана, и более-менее оптимистическая. Я хочу добавить последнее. Что имеется в виду, когда говорят, что в России надо жить долго? Потому что никогда не знаешь, где шах, где подешах. Вот те, кто сейчас переживает по поводу того, что ой, что будет, там через 5, там через 8 лет, вот мы там будем, у вас подоспеет возраст. Я тоже хочу сказать им, товарищи, ребята, да через 8 лет? Кто в состоянии сказать, что в России будет через 8 лет? Будет ли вообще эта пенсионная реформа? Вот то, о чем мы сейчас говорим, то, что называют пенсионной реформой. Да с вероятностью, по-моему, процентов 80 уже и не будет к тому времени. Будет какая-то новая. И мы снова соберемся и обсудим. Спасибо всем большое, что пришли, за то, что пришли. За внимание, за внимание телезрителям отдельное спасибо. Это был дискуссионный клуб Казахстанского федерального университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова